17 миллиардов тенге на развитие сферы туризма потратит Экимат Туркестанской области в этом году. Здесь планируют реализовать 19 проектов. В планах улучшить туристические маршруты, отремонтировать дороги и привести в порядок жемчужину региона, древнее городище Отрар. Как область готовится к туристическому сезону, расскажем в следующем материале. 3000 квадратных метров и 4 туристические зоны. Отрарский государственный археологический музей-заповедник ежегодно принимает свыше 100 тысяч туристов. За последние 5 лет на развитие инфраструктуры объекта потратили больше 5 миллиардов тенге. Раньше посетить туристический комплекс Отрар-Туби и другие объекты было непросто. Мешали пыль, заросли трав и колючки. Сейчас проложили тротуарные дорожки, приобрели шестиместные электрокары. Создаем комфортные условия для туристов. Два года назад древний город Отрар полностью отреставрировали. Провели водопроводы, электросети, установили уличные фонари и камеры видеонаблюдения. Сейчас в 4 туристических зонах можно посетить 14 объектов. И желающих их увидеть с каждым годом больше. В прошлом году Отрар посетили 278 тысяч туристов. Из них 40 тысяч иностранцев. В первом квартале этого года мы уже приняли 50 тысяч туристов. С каждым годом интерес к древнему городищу растет. Наплыв туристов регион обеспечат и новые дороги, говорят специалисты. Их построят по направлению городищем Отрар, Сауран и горного ущелья Хаскасу. Вдоль трассы для туристов будут созданы специальные места для отдыха. 70-километровая автодорога Отрар-Туркестан будет четырехполосной. Она соединит Туркестан с городищем Отрар и мавзолеем Арстан-Баба. Строительство планируется завершить в следующем году. Сейчас санитарно-гигиенические узлы в туристических зонах региона не выдерживают критики. Поэтому мы планируем в этом году установить 8 таких объектов в местах с большим потоком туристов. В этом году Туркестан объявлен туристической столицей тюркского мира. Здесь пройдет более 40 масштабных мероприятий. Планируется реализация 20 туристических инвестпроектов, в рамках которых создадут почти 500 новых рабочих мест.